Сожгли... Ну, здравствуйте, 90-е. Вот так вот я вам скажу. Началось вот здесь, да, все знают эту историю, как оно было. В 4 утра. В 4 утра сегодня негодяй на охраняемой стоянке под фонарем при съемке видеокамерой заполз и поджег мою машину. Что я вам могу сказать? Да, мне это тяжело. Я, как у Телли, не имею автопарка. Эта машина, это... Почему автопарк? Вот и все. Машина была, знаете, частью нашей семьи. Мы покупали ее пару лет назад. И муж мой сказал, ты заслужила. Будешь ездить на красивой машине. Эта машина, это часть истории моей семьи. Мы объехали с детьми всю Украину. В ней слышался смех моих детей. Я для чего так подробно говорю? Я хочу, чтобы вы проявили параллель. У меня украли историю. У меня, у моей семьи украли ценность. Так вот, эти люди каждый день, запомните, каждый день, они у вас крадут историю. Они каждый день крадут ваши деньги. Они хотели, чтобы я испугалась. Я не испугалась. Я прошу вас, не бойтесь. Они должны бояться больше. Им есть что терять. У меня могут отобрать последнее. Что дальше? Я стану злие. Я не прекращу говорить вам правду. Сделали это за то, что я выходила с комиссии горсовета. Я им задавала неудобные вопросы. Я им там мешала. Я выходила и рассказывала вам. Я говорила, там приняли решение, столько-то денег выделить туда-то и туда-то. Контролируйте, люди. Это ваши деньги. Потому что там делятся наши. Это наши налоги. Запомните. Там нет их. Там есть наши. Но делят они как свое. Я об этом говорила. Последнее время я поднимала вопрос незаконного нахождения там мэра Труханова. Я требовала всего лишь законности. Я требовала того, чтобы закон был одинаков для всех. Без избирательных. Потому что человек, у которого есть компания в офшорах, у которого есть паспорт страны-агрессора, не может находиться там. Если бы вы знали, какой он сейчас там сладкий. Я таким не видела его. Да.